Эпидемия второрядной лихорадки с беспарковочным синдромом. Ироничный диагноз Саратову, где разносчиками дорожной болезни являются принципы благоустройства. Первые симптомы – моргающие сигналы аварийной остановки. Как результат – не пройти и не проехать. По центральным улицам города, где было два ряда, остается один. Казалось бы, какая связь между массовым оттоком населения из Саратова и заторами на дорогах? На самом деле, самая прямая, как говорят эксперты, пробки стоят на третьем месте в списке причин покинуть этот город. Яркий пример – привокзальная площадь. Коренные жители Саратова вряд ли сейчас вспомнят все изменения принципов парковки на этом участке. До недавнего времени было разрешено оставлять машины почти вплотную к тротуару перед вокзалом. Получили не что иное, как хаос. Все смешалось – люди, машины и даже кони, если бы они здесь оказались. Прибыл губернатор. Фрагмент диалога Валерия Радаева с начальником Приволжской железной дороги Сергеем Альмеевым. Мы говорим о логистике. О концепции логистики. Мы нашли сейчас самый главный принадлежок. Как это здесь? Валерий Васильевич, вот здесь, на этом участке, скапливается машина, некуда поставить. Да. Вот здесь. Теперь мы нашли. На смену рисункам на асфальте от стрелки пришли малые архитектурные формы. Если присмотреться, они все исцарапаны сверху. Ответ прост. Их не замечают и стукаются об них бампером. Хаос все так же продолжается. И процветает парковка вторым рядом. Вот такая логистика. Эхо разговоров о нехватке парковочных мест в Саратове оглашает Белый зал правительства области. Парковка вторым рядом делает бессмысленным увеличивающееся количество коммунальной техники. Ведь это те же машины и ездят по тем же правилам. Вы понимаете, что центр города надо разгружать. Я его даже убирать сейчас не могу. Две вещи. Первое. Недостаточность работы службы, кто должен, это служба ГИБДД, нарушение правил дорожного движения, где они занимают полосу. Второе. На самом деле, прежде чем запретить, нужно так. Сегодня многоярусные парковки никто не строит. И я обращаюсь ко всем предпринимателям. У меня нет ни одной заявки в городе на объект. Я хочу построить этот этаж. Парковочные парковки нету такого. Потому что нет спроса. Поэтому, конечно, это двухсторонний такой процесс. Запрещая, нужно дать. Но на сегодняшний день этого нет. Количество мест, урезая тротуары, это неправильно. Мы сегодня урезали тротуары 8-10 лет назад. Решения были правильными. Но сегодня тротуары в центральной части города метр полтора. Это не тротуары, это такая тропа. Диалог вскрывает и другие откровения одной цепочки. Деньги. Пример из соседнего Энгельса. Предприниматель построил многоярусную парковку. 2400 и то, извините, как... Так что себестоимость, даже вот именно открытие парковки. Если еще под землю, там пожарка, тушение пошло, она еще дороже. Поэтому навряд ли там в очередь кто-то выстроить. Это как бы не бизнес, это что-то вот какое-то такое. При этом обычные платные парковки в жилом секторе тоже стали не по карману автовладельцам. Парковка пустая, а вокруг подъезда набита в 2-3 ряда, что там не пройти, не проехать. Это вот, к сожалению, культура, наверное, все-таки работа у органов надзора на таких. Председатель совета директоров группы компании Лепто Яков Стрельцин предлагает несколько приемов по выходу из парковочного кризиса. Один из них – сделать стоянку машин в центре платной, но с умом. Это стимулирует людей, которые приезжают в город и ставят машину на целый день, пользоваться общественным транспортом. Но помимо этого, безусловно, должны быть бесплатные парковки около магазинов, около торговых центров, и их должно быть гораздо больше. Сейчас помещения предприятия торговли, они, конечно, обеспечены машинными местами, в лучшем случае процентов на 15. – Яков Савич, а вот понятие «многоуровневые» или «перехватывающие» парковки? Плюс какой от этого? – Многоуровневые парковки, они могут не только «перехватывающие» быть на другом значении, но в данном случае вы абсолютно правы. В пригороде, не в пригороде, за историческим центром нужно сделать кольцо этих парковок, причем парковок этих нужно сделать много. Как я уже говорил, мы с господином Веричем считали, на сегодняшний день дефицит таких машин и мест составляет 80 тысяч. А ежегодно вводится парковок, в лучшем случае, на 300-350 машин и мест. То есть дефицит у нас растет, и проблема только усугубляется. Вообще, проблема парковок – тема вечная. Но, как говорят специалисты, ей много внимания посвящено в разработанной и оплаченной транспортной схеме. О судьбе ее пока ничего не известно. За время подготовки сюжета встреча с представителем городского комитета транспорта так и не состоялась. А как считают эксперты, успешная реализация любого направления зависит лишь от личной заинтересованности ответственного чиновника.